Каспий – это крупнейший на земном шаре замкнутый водоем, море-озеро. Оно не сообщается с Мировым океаном и является закрытым водоемом. С точки зрения физической географии, Каспий является озером. Но не все так просто. Давайте углубимся в этот вопрос. Благодаря своим размерам, глубине и солености воды, Каспий еще с древности считался морем. Хотя он и не имеет всех его признаков. Расположен он в южной части Евразии, на стыке Европы и Азии. Берега Каспия омывают пять государств. Россия, Казахстан, Тургменистан, Иран и Азербайджан. Каспийское море расположено в обширной области внутреннего востока и занимает глубокую тектоническую депрессию, которая образована земной корой океанического типа. Уровень воды в море подвержен сильным колебаниям и составляет более 27 метров ниже уровня Мирового океана. Площадь Каспийского моря около 390 тысяч квадратных километров. При ширине от 200 до 400 километров море вытянуто по меридиану на одну тысячу 30 километров. Каспийское море имеет около 70 названий. Своё самое распространенное и устоявшееся название Каспий море получило от древних племен Каспиев – коневодов, населявших правый берег Гуры в современном Азербайджане в I веке до н.э. Сведения о Каспии давали еще древние писатели Греции. Гомер говорил о том, что река Маныч была проливом, через которое из Черного моря можно было попасть в Каспийское. Греческий отец истории Геродот первый определяет Каспий как изолированное от океана море. Он выводит соотношение его длины и ширины как 6 к 1, что очень близко к действительности. Русским Каспийское море было известно еще с конца 9 века. Персидский историк Ибн Исфиндиар сообщает, что русы плавали по Каспийскому морю и заходили в порт Абискун в 909 году. В 913 году состоялся поход дружинников князя Игоря Старого. Они дошли до юго-западной части моря. Во время своего хождения за три моря в 1465-1472 годах на Каспий побывал тверской купец Афанасий Никитин, описавший его в своей книге как Дербенское море. После завоевания Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств с 1556 года Россия вышла на берега Каспийского моря. С этого времени возник постоянный торговый путь по Каспию из России в Персию. Купцы стали ходить в Дербент, Баку и Энзели. При Петре I вновь возник интерес России к Каспийскому морю. Через Каспий первый русский император надеялся проложить путь в Среднюю Азию и Индию. В 1715 году капитан-поручик Александр Черкасский вышел в море во главе флота в 20 бригантин. Этот отряд проследил и описал весь северный и восточный берега Каспия вплоть до залива Карабагас-Гол и залива Красные воды, где впоследствии был построен город Красноводск, ныне Туркменбаши. В 1719 году описанием западных и южных берегов Каспийского моря занимались Вердан и Саймонов. Они составили карту всего Каспийского моря. В 1731 году Саймонов создал первый атлас-карт и первую лоцию Каспийского моря. По физико-географическим признакам, характеру рельефа и особенностям гидрологического режима море делится на северную, среднюю и южную части. Северным Каспием считается район, расположенный к северу от линии, соединяющей остров Чечень и устья Терека с мысом Тюбкарган. Граница между Средним и Южным Каспием является линия между Абширонским полуостровом и мысом Куули. Площадь Северного Каспия — 92 тысячи квадратных километров, а объем воды — всего 400 кубических километров. Он очень мелководен. Наибольшая глубина Северного Каспия — всего 25 метров, средняя — 4,5 метра. Почти 70% площади Северного Каспия имеет глубины менее 5 метров. На долю Северного Каспия приходится 25% площади и лишь 0,5% объема моря. Дельты Волги и Терека покрыты глубокими зарослями камышей и другой водной растительностью. Средний Каспий намного глубже Северного. Он занимает 36% площади и 33,9% от общего объема моря. Самое глубокое место Среднего Каспия — Дербентская впадина с глубиной более 600 метров, расположенная к востоку от Дербента. Средняя глубина Южного Каспия — 345 метров и максимальная — 1025 метров. Самая глубокая часть Южно-Каспийская впадина прилегает к побережью Ирана. Здесь, вдоль берега, расположено много грязевых вулканчиков. Также к берегам Южного Каспия прилегают Талышские горы и хребет Эль-Бурс. Это единственное место моря, где много осадков, которые сильно превышают испарения. Южный берег Каспия покрыт лесами, плодовыми деревьями, цитрусовыми, хурмой, гранатами. Также на берегах растет бамбук и расположены плантации чая. Восточный берег Южного Каспия представляет собой низменную песчаную пустыню Каракум. В Каспийское море впадает более 130 рек, которые в среднем в год приносят около 290 кубических километров пресной воды. Почти 85% стока в море приходится на долю Волги и Урала. На реки Западного берега моря Терек, Сулак, Самур, Кура приходится 10% стока. Реки Южного берега дают 5% стока в море. Восточное побережье моря пустына и стока не дает. Река Эмба в Казахстане и Атрек в Туркмении и Иране достигают Каспия только во время половодий. Большую часть года их воды теряются в песках. В Каспийском море температура воздуха колеблется в больших пределах. Зимой средние месячные температуры воздуха на юге моря могут превышать температуры на севере на 17 градусов. Морозы наблюдаются только на Северном Каспии и случаются с ноября по март. С северо-восток Каспия замерзает, обычно восточные линии Астрахань-Тюбкарган. Осадков над морем выпадает мало. В среднем около 200 мм в год. Только на юго-западном побережье моря показатели превышают 1000 мм. На восточном же побережье их в 10 раз меньше. Для Каспия характерна кольцевая система течений. Вдоль западного берега течения движется с север на юг, а вдоль восточного берега – с юга на север. От Абшеронского полуострова течение раздваивается. Его часть в открытом море поворачивает на восток и выливается в циклоническую циркуляцию Среднего Каспия, а прибрежное движется на юг вдоль берегов Южного Каспия и поворачивает на север, включаясь в прибрежное течение, огибающее все восточное побережье. Для восточного побережья Среднего Каспия летом характерен апвелинг. Благодаря этому, в частности, практически отсутствует купальный сезон в городе Актау в Казахстане. Уровень Каспийского моря часто менялся в течение всей его многовековой истории, и колебания его отмечались уже с глубокой древности. На карте мира Птолемея город Баку изображен вдали от моря, а форма моря вытягивается по широте, а не как сейчас по меридиану. Причем другие географические объекты, такие как Черное море, Аравийский полуостров, имеют узнаваемые контуры. Возможно, когда-то Каспий и был примерно таким. Арабский историк Аль-Масуди пишет, что в VI веке персидский царь Анушерван построил дербянскую крепость на берегу моря, а камни извлекал из каменоломен, которые сейчас находятся под водой. За последние три тысячи лет колебания уровня моря составили 15 метров. Инструментальные наблюдения за уровнем Каспийского моря ведутся с 1837 года. В 1882 году средний годовой уровень достиг максимальной отметки 25,2 метра. В XX веке Каспий в основном мелел. В 1977 году уровень Каспийского моря понизился до минимальной отметки 29 метров ниже уровня океана. Расход воды в море в основном приходится на ее испарение. Поступает вода в Каспий грунтовыми водами, осадками, но в основном стоковым течением из рек. По мнению ученых, Каспийское море было отделено от соленого мирового океана более 15 тысяч лет назад, и все это время пополнялось оно пресными водами. На данный момент средняя соленость Каспия составляет 12 промилле против 35 промилле мирового океана. Как вы думаете, куда же девается большая часть соленой воды? Ответ на этот вопрос кроется в юго-восточной и восточных частях Каспия. А главным образом – в заливе Карабагасгол на берегах Туркменистана. Карабагасгол с туркменского дословно переводится как «Озеро Черная пасть». Эта пасть ежеминутно поглощает огромное количество воды Каспия. Она соединена с Каспийским морем проливом длиной в 9 километров. Карабагас представляет собой обширную мелководную лагуну глубиной 3-4 метра. Залив служит морю верой и правдой и естественным огромным испарителем морской воды, как гигантское блюдце на жарком солнце, ежегодно поглощая из Каспия от 18 до 25 кубических километров соленой воды, приносившей за год до 380 миллионов тонн солей. Он выполняет функцию своеобразного опреснителя для Каспия, регулятора влажности для большого региона. В заливе повышенная соленость воды, достигающая 270-290 промилле, что лишь чуть меньше, чем в Мертвом море. В 1970-е годы существовало много проектов строительства дамб и плотин с целью повысить уровень Каспийского моря. Однако реализован был лишь один. В 1980 году для предотвращения падения уровня Каспийского моря был отделен дамбой залив Карабагазгол в Туркменистане. Эта дамба полностью перекрыла доступ Каспийской воды в залив. В результате Карабагазгол полностью пересох за несколько лет. Это была экологическая катастрофа. В Туркменистане все земли рядом с заливом превратились в безжизненную солевую пустыню. Соль из пересохшего залива начала разноситься ветрами далеко вглубь континента. У людей резко увеличились легочные, кожаные и аллергические заболевания. В 1992 году дамбу было решено взорвать и восстановить сток Каспийской воды в залив, который в 1996 году полностью восстановился. В настоящий момент залив является крупнейшим в мире месторождением мирабелита или глауберовой соли. Она применяется в стекольном, содовом производстве, а также в медицине. В Каспийском море богатый растительный и животный мир. Растительный мир Каспийского моря состоит из 728 видов, в том числе из них 5 видов представлено высшими растениями. Животный мир моря представлен 1 809 видами и подвидами животных. В Каспийском море преобладают сельдевые, карповые и бочковые виды, составляющие 70% их теофауны моря. Сокровищем Каспия, конечно же, являются осетровые, которые представлены следующими видами – белуга, шип, стерлядь, осетр, севрюга. Также особую ценность имеют лососевые – Каспийский лосось, нельма, кита, горбуша, кижуч. Наряду с морскими видами в Каспийском море широко распространены и пресноводные – щука, вобла, восточный лещ, сазан, европейский сом, судак. На Каспий приходится более 80% мировой добычи осетровых. Такая продуктивность обусловлена тем, что в море впадает много речной воды, богатой биогенными элементами. Однако в последние годы уловы рыбы здесь резко упали. Еще в 1913 году вылавливалось 660 тысяч тонн только ценных пород рыб, а в 1986 году только 350 тысяч тонн всех рыб, из них ценных только 80 тысяч тонн. Снижение уловов связано с падением уровня воды в Каспийском море и со строительством каскада гидроэлектростанций на Волге. Через море ежегодно мигрирует около 6 миллионов перелетных птиц. В Каспийском море водится эндемичное морское млекопитающее – Каспийский тюлень. Обитает он во всех частях моря, питается в основном килькой. В настоящее время его численность сильно сократилась, и он внесен в Красную книгу. Охота на него запрещена. Каспийское море используется в судоходстве. Крупнейшие порты в России – Астрахань, Оля, Махачкала, Баку в Азербайджане, Наушехр в Иране, Бендер-Таркиман, Бендер-Энзели, в Тургменистане – это Тургменбаши и в Казахстане – Актау, Атарау и Форт Шевченко. Хотя Каспийское море и не имеет естественного выхода в мировой океан, попасть туда можно через искусственные каналы Волги и Дона. Каспийское море имеет богатые минеральные ресурсы и множество месторождений нефти и газа. Доказанные запасы нефти составляют около 10 миллиардов тонн. Общие запасы углеводородов – около 20 миллиардов тонн. Добыча нефти и газа ведется всеми прикаспийскими государствами. После распада СССР к Каспийскому морю получили выход пять государств – правоприемницы СССР, Россия, Иран и молодые суверенные страны Казахстан, Тургменистан и Азербайджан. Азербайджан первый заявил о своих правах на прилегающую к нему часть Каспия и предложил разгорничать водоем на межнациональные сектора, придав ему статус межнационального трансграничного озера. Между прикаспийскими странами начались споры и разногласия по поводу того, как определить международный статус Каспийского моря и как разграничить поля добычи полезных ископаемых и промысловые ресурсы Каспия. Впоследствии было предложено три варианта по разделению дна Каспия. По варианту Ирана Каспий следовало поделить на равные 20% зоны между всеми государствами региона. Тургменистан же предложил поделить Каспийское море сложными методами определения срединной линии равноудаленных точек. А третий вариант, который предложили Азербайджан, Россия и Казахстан, заключается в методе равного удаления от берега. Компромисса всех пяти стран достичь так и не удалось, но Россия смогла заключить соглашение с Казахстаном и Азербайджаном. При этом Казахстан и Азербайджан отделяют своими секторами сектор России от неопределенной части Каспийского моря. Благодаря компромиссу Россия смогла получить под свой контроль примерно 19% дна Каспия, Казахстану 29%, Азербайджану в пределах 20%. Но разделено было только дно Каспия. Водная поверхность остается в общем пользовании. В России отошли три нефтегазоносных месторождения – Корчагина, Филановская и Кувыкинская. Так как Каспий отделен от Мирового океана, на нем не распространяется Конвенция ООН по морскому праву. Странным соседям по Каспию необходимо было определиться с правовым статусом водоема. Что же все-таки Каспий – море или озеро? Так как правила и законы на этих водоемах разные. В 2018 году была подписана Конвенция о его правовом статусе всеми пятью странами. В итоге договорились фактически считать дно морем, а толщу воды – озером. Участники саммита приняли решение, согласно которому Каспий представляет собой внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном, поэтому не может считаться морем. Но при том же из-за своих размеров, состава воды и особенности дна не может считаться озером. Вот что заявил о статусе моря замглавы МИД России Григорий Карасин. Каспийскому морю не применимы как положение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении трансграничных озер. На секторе разграничивается только его дно. Суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании других принципов. Основные положения документа звучат так. Каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль и рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающие к территориальным водам. Внешняя граница территориальных вод является государственной границей. За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил вне региональных держав. Стороны смогут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дно Каспийского моря, а также подводные магистральные трубопроводы при условии соответствия их проектов международным экологическим требованиям и стандартам. А для этого не понадобится одобрение всей пятерки, а лишь договоренность стран, по чему сектору пройдет кабель или труба. Последний пункт дал право Туркменистану, а вместе с ним и Казахстану, воплощать газотранспортные проекты по дно моря через Азербайджан в Турцию и дальше в Южную Европу в обход России и Ирана. В свою очередь Иран и Россия выступают против данного проекта, ссылаясь на экологическую проблему трубопровода, а в Конвенции пункт о защите экологии тоже прописан. Про Каспийское море можно говорить бесконечно. Сложно переоценить его вклад в историю человечества, значение для прибрежных стран, его уникальную экосистему. Нам остается только беречь этот великий водоем с берегов всех стран Каспия, оглядываясь на ошибки прошлого, пытаться не допускать их в будущем. Если у вас есть вопросы, дополнения, впечатления, обязательно пишите в комментарии. Очень интересно ваше мнение по Каспийскому морю, то есть озеру. Ну вы поняли про этот внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова